управление гневом такая серьезная тема актуальная много раздражение сейчас между людьми тенденция она растет по миру наблюдается и как бы вот это раздражение не удовлетворение но в глубь человека входит сейчас сейчас много психических сложностей возникает все больше и больше и больше больше по миру наблюдается из-за того что именно как то вот есть это раздражение удовлетворения и что говорится об этом длиннейших книгах духовных трактатах о гневе и раздражение что это откуда это почему и как с этим быть вообще вообще говорится что как управлять контролировать гнев невозможно эта энергия она присутствует она вырывается внезапно помимо даже нашей какой-то воли или контроля отнимает разум на какое-то время полностью дает воли гневу чувством люди много ошибок совершают глупости в этом состоянии но но там описывается как бы что гнев бывает разных качеств вот в этом мы можем как бы вот разобраться в каком-то смысле можем выбирать гнев отказаться от него невозможно это как вот от пищи невозможно отказаться от желания невозможно отказаться и природа гнева она связана с камой энергии вожделения который в каждом человеке это стремление удовлетворять себя свои чувства есть этот естественный эгоизм с детства врожденного существует и вот вся культура связана с этим эгоизмом вот как с ним быть как общаться если два эгоиста трудно общаться значит что должен уступать но как-то вот найти компромисс или там ты мне я тебе то есть разные способы как быть с этим эгоизмом в мире и эгоизм этой причина собственно этих вот разногласий конфликтов и он сопровождает сила эгоизма зависит от камы есть люди очень сильны в эго они уверены в своей правоте они уверены в своих знаниях они буквально впечатление сильно оставляют других то есть им начинают верить подчиняться что они очень сильные но это тоже ложная это эгоизм вот это сама уверенность такая мощная подкрепляется чем деньгами властью богатством ночью какой-то вот такие вещи она подкрепляется есть людьми меньше уверены в себе они тоже эгоисты но они не будут могут как бы вот быть иметь харизму какую-то влияние людей таких людей может быть большинство сейчас они просто спорят конфликтуют вот обманывают друг друга вот на этом уровне действует как эгоисты сила вот именно от камы исходит и кама когда она не удовлетворена вызывает гнев говорит вот отсюда то раздражение вроде бы все есть согласно моим желаниям квартира есть работа есть и деньги если же на месте муж есть все вроде бы хорошо а вот раздражение не уходит почему потому что все это не удовлетворяет нашу как бы суть все равно это вожделение не удовлетворяет природа вожделения на не удовлетворяет невозможно это можно работать всю жизнь на него и так она не довольна как плохой вид хозяин вожделения чувствую вожделение плохой хозяин и то есть что с этим делать по сути как бы вся культура человеческая держится на священных книгах вот оттуда на исходит больше неоткуда там даются некоторые правила вот которым нужно следовать которым и что что не нужно делать ведь и нишида называется что такое хорошо что такое плохо как вот в детстве нас учили до спросила кровь а что такое хорошо что такое плохо и вот начинается объяснение но то есть в священной книгах это до глубины доводится до основательно исследуется особенно видах это основательно исследуются мудрецами до всяких этих подробностей также это исследовано христианскими монахами святыми тоже есть трактаты в этом внутреннем мире человека на его эго его как бы вот вожделение похоти а его добродетели то есть все это смешанные там они пытаются вот разделить эти вещи и главная задача трансформировать вот обычное вожделение эгоизм в более высокую силу то есть как еще говорит йоги поднять по чакрам вверх эту энергию снизу значит и вот внизу она обычно такая вот биологическая потребность до кама а выше она уже по-другому себя ведет это может быть как деятельность профессионально которая нравится человеку тоже кама в другом виде это может быть выше еще творчество не просто деятельность какая-то да вот который мы слепо совершаем можем еще быть предприимчивыми энтузиастичными творческими в этом деле значит не вот как вот в этом примере да раз мусор раз и деньги вот этот предприятие это вот тоже как бы это кама но она уже с разумом связано больше еще еще больше связано поэтому люди которые имеют вот как бы более тонкий разум они более предприимчивы успешную жизнь естественно у кого кама опущена ниже значит они не так успешно они не видят допустим удачи в своей жизни она есть но они просто не видят нет этого тонкого разума и вот это от камы зависит если кама грубеет то разум тоже грубеет кама выше становится разум тоже тоньше становится еще выше это ценитель красоты это такой поэтичный человек знаете философ вот тут все вверх идет эта вещь и еще выше это уже когда человек достигает понимание себя как истинного я не ложного я не эгоизм а истинное я и вот это вот очень важный момент очень очень крайне важный момент потому что истинное я и ложное я они в разных направлениях например если если вы скажете человеку утвердившимся в ложном эго а его истинной природе он разгневается на вас он рассердится у него гнев появится то есть он не желает этих вещей он отталкивает эти вещи но если вы скажете человеку с истинным я о том что существует ложное вы предложите ему вот эти все сферы он чувствует себя униженным и оскорбленно что вы такие вещи вообще предлагаете то есть это разные вообще направления ну как пример такой бытовой например пить водку на новый год в россии это закон спиртной без этого не может быть праздника так если вы гостю на новый год не предложите спиртного в гостях он будет оскорблен но в индии если вы предложите спиртное гостью он будет оскорблен из-за этого то есть это разные совершенно представления потому что ложное эго означает я должен иметь свою гордость я должен как бы за себя постоять я нужно различать кто выше кто ниже кто друг то враг кто глуп кто умен кто ученый на чак я буду жить это вот все материальные эти обозначения привычные для нас в которых мы привыкли выросли мы были воспитаны в этом и здесь как бы концепция она выражается в том что я должен иметь какую-то доминанту в обществе не быть обычным человеком а быть значительной личностью заложено в каждом из нас этот материальной природы с детства то есть внимание от меня должны сходить то есть вы должны понимать меня не понимаете меня значит вы не очень хорошие если не согласны со мной с чем-то той я не знаю как с вами общаться если у вас какое другое мнение как мы вообще то есть это вот паза понимание себя как значительно очень очень важно очень важной личности а истинное эго она служит вот если вы скажете кому-то ты слуга бога он расстроится эгоистичный человек я не слуга ничего независимо всего я хочу быть господином на пару то есть меня ведь и тенденция стать как бы богом заняли то место господствующее место это проблема как бы мира в целиком мы говорим сейчас проблема мира вот не потому что есть белый дом и кремль сейчас идут проблема потому что есть вожделение есть гнев есть неправильное понимание личности поэтому веды говорят при всех обстоятельствах должен напомнить что ты слуга вот ты президент страны ты слуга страны ты не господин страны это сознание вот тоже переключить вот у человека потому что слуги сотрудничают господа не сотрудничают написано шестнадцать вове бхагавадьи ты что люди наделенные высокомерием и ложным эго все враги друг другу все конкуренты они только условно примере заключает пока выгодно к только не выгодно все они не могут жить в мире то есть вот сейчас мир таков поэтому мы видим то-то ссорятся люди то мериться то женится то разводится то сейчас такой хаос вообще что это вожделение культура на сейчас преподносится ведь она мы считаем что она как бы запада приходит но в нашем понимании запада приходит нет как бы в человеческом понимании запад здесь не причем они жертвы тоже вожделение почему сейчас в современной культуре эта современная культура означает ну больше свободы дает общению мужчинам и женщин больше свободы можно больше видеть в этом отношении больше слышать этом отношении культур открывает те сферы которые раньше были как бы ну интимными не нужно будет раскрывать индивидуальными сейчас она раскрывает все эти вещи Почему он это делает? Написано в древних книгах. Эта наука знали прежде всего праведные цари. Это для царей давалась наука. Речь касается управления обществом. Как управлять обществом? Например, если вы увеличите каму в человеке, при помощи культуры это делается. Он стоит активнее работать, он активизируется, такой человек. Так вы можете быстро ускорить материальный прогресс. Именно таким образом. Поэтому как будут отношения между мужчиной и женщиной, это будет зависеть как будет развиваться цивилизация, в каком направлении. Если вы снизите ниже эту отметку, вниз, люди станут инфантильными, слабыми, апатичными, недостаточно камы. Вожделение. Это именно вожделение. Энергия вожделения. Символ мужчины и женщины камы. Символ это мужчины и женщины. Это вот так, прямо говоря. И есть много тонких всяких форм ее всевозможных, как мы сейчас сказали. Это и деятельность, и искусство, и все что угодно. И в конечном итоге это чистый изначальный дух наш, изначально наша суть чистая. А в материальном мире она как бы вот соприкасается с гудами, становится камой, вот то, что мы называем. Вроде бы без нее прожить нельзя, с ней тоже трудно. Много ошибок совершается именно по этой причине. Затревает разум, гнев, раздражение, продукты камы. Такая психология. То есть чем больше я требую от других людей, тем больше я сам страдаю, как в семье. Ты должен это, ты должна это, ты должен это, и люди страдают, ругаются, кричат. А служение значит, что вы не требуете, вы все служат, ничего не требуется. Все выполняется через энтузиазм, через желание, через любовь, через благодарность. Вот такие энергии. То есть кама, когда поднимается вверх, это изначально любовь к Богу, говорится. Изначально это любовь к Богу. Здесь она вот так трансформируется в этом мире. И вот вот эти вот отметки мы сейчас сказали. Если повысить каму, люди активизируются в деятельности материальной, их заинтересуют большие деньги, то есть плоды труда, они начнут конкурировать как бы. И это тоже как бы движущая сила развития общества. Вот это. Если снизить, то они становятся слабыми, апатичными, незаинтересованности какой-то. Начинают просто принимать интоксикации, лениться, всякие глупости говорить, культура снижается. И там говорится, что как температура в теле человека 36,6. Кама должна быть на здоровой отметке. Не меньше, не выше. Вот сейчас эта отметка, она достигает где-то уже 42 в форме ядерного оружия в мире. Вот кама. Это продукт неудовлетворенности, гнева и уже ненависти национальной. Вражды, вот эти вот все шовинизмы, национализмы, нацизмы, коммунизмы, социализмы, все эти измы. Все это вот проблема, что они разделяют на части и враждуют друг с другом. Есть одна история из Махабхараты. Я коротко расскажу ее. Там история о рождении птицы Гаруды. Известная личность в юридическом пантеоне Гаруда, носитель господа Вишну, то есть такая трансцендентная гигантская птица, считается отец всех птиц, царь-птиц. Тысячекрылый Гаруда. Когда он родился из яйца, от Праджапати, от вот этих изначальных прародителей, которые разные формы жизни создавали тогда в начале творения. Гаруда родился, и он спросил свою мать, что является моей пищей. Мы должны знать, у каждого вида жизни есть своя определенная пища. Она была определена вот с начала творения еще. И мать сказала, ну вот тут есть одно племя нецивилизованное. Это очень нечистые люди, они постоянно обманывают, враждуют, воруют, ну и так далее. Можешь съесть их, будь твоей пищей. И Гаруда съел несколько тысяч таких нишадов, таких людей. И ему нужно было добыть Амриту, чтобы освободить свою мать от рабства. Амрита – это напиток бессмертия. Это если вы пьете глоток Амриты, вы можете жить практически бесконечно. Это вот на на райских планетах есть. Амрита хранится полубогами от демонов, чтобы демоны не завладели от Амриты, они ее охраняют. А чтобы освободить от рабства мать, ему нужно было вот в обмен на Амриту, они дадим свободу вам. Змеи-то были, разумные змеи. И Гаруда, он был от рождения благословлен любым могуществом, проявлять, какое он захочет. И он решил добыть эту Амриту. Но почувствовал, что он не наелся, и сил у него нет, чтобы выполнить такой подвиг. Идется ведь воевать с полубогами. И он обратился тогда к отцу, своему прародителю, и сказал, я этих нишадов съел, но не насытился. Никакого толку. Скажи мне, что мне взять еще в пищу, чтобы я наконец приобрел силу? Говорит, хорошо, я тебе скажу. Я тебе сейчас дам хорошую пищу, ты будешь сыт. Послушай, о чем я тебе скажу, как это стало твоей пищей. В прошлом жили два великих подвижника брамана, святых человек. Очень могущественных. Аскезы там, покаяние там, семические ситхи развили, все ведические знания имели. И один из них настаивал на разделение имущества, которое досталось им от отца. Большие богатства. А другой говорил, нет, делить имущество нехорошо, рот распадается так. И вот это их спор продолжался всю жизнь. В конце концов, один браман, один из этих братьев, не вызвал, впал в гнев, в ярость. И сказал, я тебе уже объяснил столько раз, что если мы разделим имущество отца пополам, то каждый из нас возгордится собственным богатством. И наши отношения будут ухудшаться, мы будем отчуждаться друг от друга. Наши потомки уже будут враждовать друг с другом. Враги этим воспользуются, они придут в форме друзей, чтобы наше богатство и нашу вражду, разжечь богатство меня уводить. И в конце концов, тот, кто делит богатство, рот распадается. И тем не менее, ты наставишь на этом так упрямо, я проклинаю тебя, станешь слоном. А тот брат сказал, ах, так, станешь черепахой. Проклядь друг друга. И они в следующей жизни родились слоном и черепахой. Этот слон был размером где-то около десяти километров в длину. Но это другие планеты, это не здесь. Здесь такие слова, слава богу, нет у нас. Ну вот во вселенной описывается событие. А черепаха была где-то около четырех километров в высоту и в окружности была, значит, около 20 километров, 15 километров примерно. Такие гиганты. И эта черепаха жила в озере, а этот прародители с Горудой стоят на берегу этого озера как раз. И он ему рассказывает эту историю о прошлом этих двух существ больших. Как раз говорит, этот слон сейчас идет сюда, в это озеро. Сейчас он говорит, каждый день приходит сюда, баламутит в воду, вот и черепаха вылезает и начинает драться. Вот каждый день они дерутся. Два смертельных врага от рождения вообще. Они даже не знают даже, откуда эта вражда началась, и зачем просто терпеть друг друга не могут, как кошка и собака. И вот он говорит, как только в воду эту войдет, говорит, взбаламутит все. Хобот, говорит, так свернет, бивни выставит и давай эту черепаху бить бивнями, топтать ногами. А так голову высовывает, кусает его, царапает. Вот они целый день возятся. Вокруг, говорит, все. Говорит, люди страдают там, птицы страдают, рыбы страдают. Они ничего не видят, просто ослепленные этим гневом. Вот их ведь можешь и съесть. Это и будет твоя пища. Слоны и черепахи. Интересно, что ведь мир так устроен, что дживо дживаси дживанан, говорится. Высшие формы жизни поедают низшие формы жизни. Но как освободиться из этого цикла? Не быть чьей-то пищей. Ну, в смысле, в человеческом обществе пробленно, говорят, тоже мы чья-то пища, кто-то нас эксплуатирует, не так ли? Кто сильнее, кто разумнее. Бывает, рабство натуральное, физическое люди друг друга используют. Продавали раньше в рабство, рабовладельцы были, и все это есть. Как бы тоже есть такое. Как освободиться от этого рабства, говорится, интеллектуального рабства, социального рабства, физического рабства. Как бы весь материйный мир так соткан, что есть высшие, низшие. Вот такие отношения складываются. И там, говорится, развить высшие качества нужно. И вы не будете являться нищей пищей освободиться. И вот Гаруда, он облазал такими качествами, он ест плонов, черепах и змеи. Его пища так определена. То есть это самые такие непримиримые существа. Змеи злобные по природе и завистливые. Никогда в мире жить не могут эти существа, даже между собой. Это все, как бы, ну, продукты вот камы. И вот как, чтобы делать с гневом? Как? Веда говорится, научитесь быть удовлетворенными внутри себя. Кама говорит, как я могу быть удовлетворенным? У меня нет такой машины, как у соседа. Видите, что такое кама? Это зависть. Она переходит в зависть. И пока человек завидует, он не может быть удовлетворен. А веды говорят, научись не завидовать, научись прощать, научись быть удовлетворенным внутри себя своей собственной природой. Вот познай себя именно. Вот тогда мы сможем управлять гневом. Например, примеры, как управляют гневом. Например, вы родители. И вы же гневаетесь на детей, воспитываетесь. Это сатвичное применение гнева, правильное. Для обучения это полезная вещь. Учитель в школе тоже может крикнуть, наказать. Но это хорошо, потому что это помогает образованию, обучению. То есть этот гнев как раз вот применим. И есть гнев, который слепляет наш разум из камы и память. Вот это проблема. И мы многое забыли уже. Забыли себя главным образом. Потому что на самом деле мы все с вами духовные существа. Мы не являемся телом. Но мы забыли об этом. Сейчас вот культура мировая на таком уровне находится, очень-очень сложном. Из-за влияния века калий, нынешней эпохи, духовное спадает. То есть люди забывают свою высокую природу, высокие качества. Те качества, которые мы не используем с вами внутри себя, наши, они будут утрачиваться. И потом вообще скажем, а святых людей не бывает. Нету, не бывает. Мы просто сами создадим новую какую-то науку. Например, качество смирения. Очень редко люди современные пользуются. Знаете, только когда они пользуются такими качествами? Когда сами становятся родителями. Вот только с этого начинается и школа смирения. До этого они все гордые, они спорят с родителями, хотят жить независимым, они хотят показать свою гордость именно. Но вот как только семью создают, вот тут нужно идти на уступки. Ребенок, понимаете, он эгоистичный. И вот тут вы не можете быть таким же эгоистичным. Иначе все, семья не существует тогда. Должны знать, как же его воспитывать. И вы идете на компромисс. И часто вам говорят, вы балуете этого ребенка, должен быть строже. Видите, как вы любите. Видите, как вы начинаете смирение. Это еще не изначальное смирение в семье. Потому что ребенка, чтобы обучить, нельзя держать в семье постоянно. Нужно в школу отдать к учителю. Потому что родители слишком добрые, слишком прощающие, слишком святые по отношению к ребенку. Это не полезно. Отдают в школу, там строже. Ваш ребенок не выучил урок. Все, два балла. Если бы он дома, для вас не выучил, ну потом выучишь. Дорогой мой, не беспокойся. Можно простить, можно понять, ну ты заигрался, ну забыл, ну понятно. А там нет. Должен. И он привыкает к этому, как бы, вот тоже обучается, освободиться от эгоизма, от своих какой-то личных желаний. Должен учиться. Долг есть какой-то. Учиться. А потом должен работать. Потом должен жениться, семью. И вот на него накладываются обязанности больше и больше. Зачем так мир устроен? Чтобы заработать кусок хлеба, в поте лица работать. А так мы вырабатываем смирение. Библия об этом пишет. Вся Библия только об этом и говорит. Как стать смиренным? Вот такой талмуд. То есть это самое трудное для человека научиться смирению. И что же такое смирение? Я не хочу, чтобы вы поняли неправильно это слово. Это слово нужно объяснить сейчас философски правильно. Смирение. В чем как бы его ценность? В чем сила смирения именно? Обычно смирению понимаем подавленность, слабость, уступчивость. Вот что-то такое. Потеря какая-то большая. Человек смиренный становится. Это материальная сторона. А истинная сторона смирения означает, что человек себя не отождествляет с материальным телом. Это мощь. То есть вы испытываете какие-то трудности в жизни. Потери, допустим, неизбежно будут. И вы себя с ними не должны отождествлять, не должны слишком оскорбеть, говорится, эту тему. Или что-то получаете, выгоду какую-то, успех, удача, мечта сбывается. Слишком не радуйтесь, не отождествляйте себя с этим. Не гордитесь. Будьте в равновесии. Люди, которые не обладают смирением, они не выживают в этих испытаниях приобретения и потерь. Кризис и сразу самоубийство увеличивается в среде бизнеса. Люди не переживают потерь денег. Большие все. Они не могут жить. Это неподготовленные как бы люди к жизни. Их смирения недостаточно. То есть можно переживать, но главное нужно помнить свой долг. Для чего я пришел сюда, для чего здесь живу, и что я должен сделать. Первейшая задача человека в этом мире – осознать себя до конца полностью. Я не мужчина, не женщина. Я не русский, не американец. Не индус, не казах. Никто бы то ни было. Я душа – это прежде всего, что нужно вспомнить человеку. Но память вернется, когда мы можем эту каму трансформировать, одновременно возвышать. Поэтому рекомендуется. Наши желания должны возвышаться от эгоистичных более к альтруистичным желаниям. К служению возвращаться, к нашей истинной позиции. Когда зависть идет, в нас пробудятся все ситхи, все способности. Это автоматически происходит. Они уже есть. Скованы вот этими качествами, ложными качествами, понятиями о себе именно. Отсюда гнев, раздражение. Я вообще не могу понять, что вообще происходит в моей жизни, как управлять этой жизнью. Сбиты с толку люди. Поэтому есть процесс. Вегетарианство – это один из как бы первых шагов на этом пути. А отказ от интоксикации – тоже один из первых шагов на этом пути. Отказ от черного бизнеса и азартных игр – тоже один из шагов. Отказ от незаконного секса вне брака – один из шагов к этой цели. Это предварительные принципы, это еще не духовные принципы. Если прочитаете Ветхий Завет, 10 заповедей, это не духовные принципы еще пока. Это предварительные принципы. Или называют религиозные принципы. Религиозность и духовность – это разные вещи. Духовность, когда человек обладает духовными качествами всем. А религиозный еще не обладает этими качествами, но пытается следовать этим человеческим заповедям. Это человеческие заповеди. А духовные? Духовные находятся за пределами понимания современного человека. Духовные, когда вы уже непосредственно контактируете со сверхдушой. Вот это духовно. Душа находится в сердце каждого человека. Одна и та же. У нее нет национальности, нет возраста. Это разум вселенной. В каждом атоме и для каждого атома. Описывается это на санскрите древнем. Что в сердце каждого живого существа находится сверхдуша, Бог. Одна из его ипостасей. И от него исходит память, знание и забвение. То есть можем вспомнить оттуда это все изнутри. Не искни. Искнить недостаточно. Из собственного сердца нужно получить это знание. Изнутри. Оно там есть. И это знание разум дает. У человека формируется разум. Сам человек не может создать себе разум. Создать себе красоту. Или создать себе богатство, если нет разума. Нет. Как сказал Иисус Христос, вы не можете себе даже на локоть росту добавить. Так, печетесь из себя. Ведь даже на локоть росту прибавить себе не можете. Можете ли вы себе позаботиться на самом деле? Разум не создается ни в институтах, нигде. Разум это духовная энергия. Говорится, вот от бога, как есть на английском пословице, разум есть бог, говорится. Оторазисляется это понятие. Как вот талант в человеке, говорится. Тоже от бога люди говорят. Оторазисляется это понятие. Я не могу себе сделать талант или разум. Он либо есть, либо его нет. Нет. Так вот там говорится. Дадами буддхиогамтам. Бог дает разум тому, кто занят бескорыстным любовным служением. Вот отсюда исходит все ценное в человеке. Пока он действует для себя, он не получает разума. Он утрачивает разум. Может приобретать богатство, а разум утрачивает. А что это означает? По закону кармы, богатство, приобретенное таким путем, растачают мои потомки. Бесследно все уходит. Потому что я им не передал главное – разум. Зачем все это нужно? Смысл зачем это нужно? Сейчас мы, как старшее поколение, знаем, что нужно оставить своему потомкам наследство какое-то. Но главное наследство – это как раз тот самый разум, который мы приобретали. Мудрость, которую мы всю жизнь приобретали. Это самое важное. И тогда деньги приносят пользу богатству. Это полезная вещь. Когда у человека есть вот эта мудрость, эта любовь и мудрость большая. Это главная вещь. Сейчас мы видим в обществе много конкуренции на всех уровнях. Есть люди разумные, состоятельные, тоже конкурируют. Потому что ложные вещи остаются. Камы еще остаются. И закон таков в этом случае. Мы как в колесе находимся. Здесь колесо обозрения. Кто-то наверху, а кто-то внизу. Но оно вращается. Поэтому тот, кто наверху идет вниз, а тот, кто внизу, поднимается наверх. И вот так постоянно это вращение происходит. Вот мы с вами занимаемся какую-то позицию на этом колесе. Не самую низшую, понятное дело. Где-то мы на хорошем месте. Даже можно подниматься. Но потом это пойдет вниз обязательно. С чем это связано? С качествами, которые формируются в этой деятельности. Любой человек, который себя отождествляет с телом, отождествляет себя и с успехом этого тела. Вот в чем проблема. Отождествляет себя и с богатством, и с собственностью, и с последователями. И что? Гордость возникает. На самом верху. Большая гордость. И говорится, гордость приходит перед падением. Как только гордость приходит, люди продолжают уважать этого человека, поскольку он как бы влиятельный, но уже не любят его. Гордых людей никто не любит. Это Антонио любви, эгоизм. И вот тут и начинается спад. Кризис начинается в отношениях. Сложность. Антагонизм возникает между бедными и богатыми. Революции могут быть. Все что угодно. Недовольство. Конкуренты начинают одолевать, потому что любви нет. И идет вниз человек. Распадается его мероприятие. Может дойти до самого низу. Распадаются силы информации, как Советский Суд распался. Знаете, сколько жертв было? Сколько было жертв. Это в мир на это время. Сколько людей стали бомжами. Сколько стали бандитами. Вот вам пример того, как это все сверху вниз перекатилось. А потом те, кто в самом низу, они вот просят. Просто они начинают смиренно, видите, как-то выживать. И снова через смирение развивают необходимые качества разум. И так поднимаются наверх. Например, первый коммунист. Дореволюционное время. Они сидели в тюрьмах. Они отдавали свои жизни. Они совершали аскезы. Понимаете? И они заслужили репутацию. Люди поверили им. И так они поднялись наверх. С самого низу. Но когда они достигли вершины ЦК КПСС и накопили много золота у себя, под полом буквально, люди сверли в самый низ. И так продолжается постоянно. Вот это колесо. Ложное агар. То растет, то ущемляется. То растет, то ущемляется. На волне поднялся, спустился. Поднялся, спустился. Безмыслится какая-то. И суть как бы науки, древней науки в том, чтобы не участвовать в этом цикле, вращающемся в вечно цикле, бессмысленно, а выйти из него. То есть такая картинка. Я видел эту картинку в буддистском монастыре в Лануде. И мой проводник, он рассказал мне смысл этой картинки, потому что я не знал этого смысла. Там было изображено такое чакра, колесо времени, круг. Ну и буддистская танка такая на шелке, очень красивая, изысканно нарисована, изображена монахами. И вот такая чакра в центре ступица. И там, в этом центре ступицы, три существа, петух, змея и свинья нарисованы. Я не знал смысла. И спицы идут от этой ступицы. Между спицами изображены разные миры. Вот мир водоплавающих рыбы. И там одна рыба поедает другую. А та, которая больше, поедает эту. И они все друг друга едят. Собственно, это вопрос. Почему мир так устроен? Ответ ищите в ступице. Петух это вожделение. Змея это зависть. Свинья это жадность. Вожделение, гнев и жадность. Причина того, что живые существа так живут, так устроен мир. Ну хорошо, это низшие формы жизни. Животные посмотрим. Легопитающие, более развитые. Что там? О, там тигры едят, олени там. Эти едят то, там эти сё. Тоже все едят друг друга. Там тоже нет счастья мира. Почему? Ответ в ступице ищите. Петух, змея, свинья. Вожделение гнев и жадность. Ну да, правильно. Ну вот мир людей изображен. Это же цивилизованный народ. Смотрите, они могут понимать добро и так далее. Ну а там войны, они все в доспехах, там тоже скопья имеют чуть-чуть. Они поднимают пики друг против друга. Почему? Петух, свинья, змея. Та же самая причина. Боже мой. Весь мир еще выше человеческий, говорится. Там, где вот такие вот как бы полубоги располагают. Министры этой вселенной, говорит. Более могучные существа. Что там? Они сражаются с демонами. Такими же могуществами. Да почему же там тоже нет мира и покоя даже наверху? Даже райские миры атакуются демонами, говорит, иногда. Причина там же. Петух, змея, змея. Вожделение, гнев и жадность. Вот в чем причина этого всего. И рядом тут вот, за пределами этого кольца, изображен Будда. Благословляющий. И говорит мне, Гид, вот только он не подвержен всем этим проблемам. Почему? А у него нет вожделения, гнева и жадности. Вот и все. Вот весь ответ. И сколько же нам нужно времени, чтобы распознать в себе это вожделение, гнев и жадность, да еще и уничтожить их. И возможно ли их вообще уничтожить? А если даже бросить курицу именно человеку, невозможно осуществить. Насколько он ослабел, духовный человек. Поэтому веды говорят, век кали, людям нужен доступный метод. Трудный метод, невозможно принять сейчас. Нужен самый простой метод и самый действенный, самый сильный лекарств. Это воспевание имен Бога. Век кали, это так. В сатхи-йогу это медитация безмолвная, восьмиступенчатая йога. От яма-нияма до самадхи они шли. В сатхи-йогу практиковали все люди эту йогу. А в третой йогу, в следующую эпоху, люди практиковали великие жертвоприношения, великие богатства, совершали яги. И яги очищали весь мир, все отношения, избавляли людей от жадности, от вожделения, от гнева. В следующую эпоху эти методы уже не стали практиковать, а стали строить храмы, где возносили молитвы божеству, богу, из разной культуры. Могли общаться с богом в храме именно. Но в кали-югу эти три метода утратили силу из-за влияния времени. Времени, такое количество гнева сейчас в человеке, столько вожделения, что он не может увидеть бога даже в храме. Не факт. Ну, может быть, что-то почувствует, но не факт. Жаль за проношение совершить такие не может, что нет ни таких богатств, ни такой решимости, такие богатства тратить на жаль за проношение. И мистическая йога в городах невозможна, в принципе. Никто сейчас не способен ее практиковать, как она есть. В том век кали, вот эту четвертую эпоху, говорится, «Харернама, харернама, харернама ивакевалам, калаунасти, а ванастива гатир, аньятха». Нет другого пути, нет другого пути, нет. Трижды, видите, отвергаются предыдущие вот эти три пути. Кроме воспевания имени, имени, имени бога. Вот это все религии предлагают сейчас. Это имена Аллаха или имена из Библии даются воспевающими, «Бога спасется», вот так говорится. И веды говорят то же самое. Есть мантры, есть имена бога, медитируйте на звук. Звук очищает ум. Мантра. Ум. Тра – это очищение, очищает ум. Вибрация звука, которая очищает ум. Что там в уме? Там есть много неблагоприятного. Одна из неблагоприятных вещей в уме – очень много обид и неудовлетворения. Повторяйте мантру. И вы увидите, как она очищает ум, так же, как вода очищает тело. И вы стираете одежду, так же можно очистить ум мантрами. Не путайте с молитвой еще. До молитвы – это выше. Мантра может стать молитвой. Может стать молитвой. Это имена бога, можно и так. Но до молитвы, молитва, возможно, когда уже есть контакт с богом. Например, я могу своей дочери сказать, иди помой пол. Я нападу по моему полу. Есть контакт. Но если нет контакта, я не могу любому человеку с улицы сказать, иди ко мне помой пол. Не работает, видите. Я говорю, обращаюсь, но молитва не работает, потому что нет отношений. Мантра устанавливает отношения. Тогда возможна и молитва. Сейчас многие люди молятся, когда совсем уже жить невозможно. Тогда только они обращаются в пол. Но тоже не получают какого-то ощутимого результата, потому что нет отношений. Я никогда не развивал эти отношения, я забыл эти отношения. Я душа, но сверхдуши не видел, не знал никогда. Я из себя-то уже забыл, Боже мой. Вот мантра, она вернет это все, это видение, это зрение. Есть много разных мантр. То есть я не настаиваю на том, чтобы все просто посмотрели мантру, потому что любое имя бога – это тоже мантра. Это тоже на выбор личный дается. Есть культура, есть традиция, то есть вы уже сами решаете. Но суть в том, что имя бога должно быть. То или иное. Какое имя бога вы спеваете, внимательно медитируете. Те качества развиваются в вас. Каждое имя бога отражает какое-то качество божественное. 99 маналака. Кто-то помнит их перевод? Разумный. Альфа-ким. Еще. Милостивый. Милосердный. Справедливый. Всерадущий. Вот видите, вот на какие имена медитируете, те качества развиваете себя. Нет ни одного плохого качества бога. Поэтому медитируйте на хорошие имена, на трансцендентные имена. Но думайте о боге, а не о самом качестве, как таковом. Вот в чем смысл. Тогда вы получите, развиваете это качество. Потому что если вы не думаете о боге, когда повторяете имена бога, развиваются качества относительные. Есть относительная честность. Без бога честность вся относительная. Например, воры награбят, а потом честно друг с другом делятся. Честно же. Есть же честно. Относительная честность. А вот полная честность, что все принадлежит богу. Вот когда вы с богом связываете все эти качества, вот тогда достигаете полного результата. То есть без бога человек не способен установить истину. Только относительную истину можно установить. Вот я так думаю, и все. Для меня это правильно, хорошо. Ну вот два шахматиста играют. Один делает правильный ход. Другой делает тоже правильный ход. Но кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Не так уж и правильно, относительно правильно. Но если вы делаете, понимаете, абсолютную истину, вы не проигрываете никогда. Даже когда проигрываете партию в шахматы, это все ваши победы. Нет потерь на этом пути, говорится. Вот это вот то, что человек как самую высшую ценность осознать. Свою связь со сверхдушой, души и сверхдушей. Религия – это предварительный этап, потому что конечная цель всех религий – это любовь к богу, это связь с ним уже. Вот об этом сейчас речь идет. Если пойдете в религию, там запутываете. Там будьте осторожны. То есть цель религии должна нас интересовать. Не сама религия, а цель религии. Бог важнее религии. Бог – это цель религии. Это те изначальные качества, это та абсолютная истина, которая все это уравновешивает, все гармонизирует, как бы все поддерживает. И сейчас мы ничего кроме бога не видим, говорит в годах. Но в соответствии с развитием. Мы видим природу материальную, но это тоже энергия бога. Космос, например. И все поражаются этому грандиозному проявлению. Это энергия бога. Но можно увидеть еще и больше, развивая сознание. И пока мы не обнаружим бога в сердце, процессы не закончат. Вот то, о чем я мог сегодня сказать по поводу контроля гнева. Субтитры создавал DimaTorzok